Великой Отечественной войны 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 и, к сожалению, сейчас глаза, зрение вам не позволяют воспроизвести то, что просит душа, но вы рисовали картины всегда своей жизни. Вот что у вас перед глазами сейчас, что вы хотите воплотить в жизни? Какая картина в вами была? А вот сейчас перед моими глазами то, что я как бы видел последний раз. Вот. Типа норы, из которой свет падает на меня. Вот. Мне хочется этот свет уловить, а там не нора, а это жилое помещение, открытый как бы сень, что ли, и там горит свет. Это вы видели, это реальная картина из вашей жизни? Вот. Вот это вот я не забываю никак и думаю все-таки воспроизвести и сделать это вот. Владимир Кириллович, вы участвовали в параде в 45-м. Что вы чувствовали? В параде в 45-м я чувствовал радость победы. Больше ничего, что мы все-таки победили, что мы освободили народы от страха перед гибелью своих государств. Их много разорили. Как волки нападают на баранье стадо и беззащитные существа гибли. Не просто их забивали или ели, а они забивали и бросали их здесь. Вот. Эта трагедия настолько тяжело отразилась, что я вот не очень давно написал рассказ коротенький. Волки. Вот. Владимир Кириллович, вы давайте перейдем к мирному времени. У вас и здесь есть очень любопытные факты в вашей истории. Вам довелось жить по соседству с Брежневым. Вот каким был Леонид Ильич? Вы его видели не совсем в официальной обстановке. Веселый человек. Я случайно узнал, что я рядом с ним живу. Это где было? Ну, это было в Алма-Ате. В Казахстане, да. Да. Я пошел в выходной день этюд пописать. Заметил одно место, сарай. Одной стены нет, а там темнота. На фоне темноты, подсолнух, цветы какие-то стоят. И я пошел написать этот этюд. Очень красивое явление, когда над темным, над черным, вот это вот мерцание красоты. Ну вот я с радостью сел на землю, открыл этюдник. И только начал первый мазок класть, вдруг я глядываюсь, телега стоит, на телеге баран, белый лежит. И Казахстан, с камчой, подходит к воротам, зеленый забор был такой, стучит в ворота. И мне надо Леонид Ильич. Зачем тебе? И вдруг эта дверь открывается, Леонид Ильич? Ну, в общем, в домашней одежде. В чем дело, что вас так беспокоит, что вы пришли прямо? Да, Леонид Ильич, понимаешь, вот такой нехороший случай. Моя жена не хочет со мной жить. А я слышал, что ты можешь помочь. Сколько твоей жене лет? Восемнадцать. А тебе сколько? Семьдесят три. Так это надо через суд. Откуда вы черпаете энергию? И что вы говорите своим внукам? Ну, я не знаю. В истоках своих предков больше нигде у меня. Истоисточников нет. Вашим внукам, вашим правнукам, чему вы учите? Только что вы считаете самое главное, что нужно им передать? Самое главное? Честно трудиться. Вот все. Владимир Кириллович, а вот что, вы пройдя такой длинный и интересный путь, что вы считаете самое главное в жизни? Самое главное сейчас, чтобы не было войны. И вот самое главное, хотелось бы, чтобы обстановка у нас в стране изменилась. Спасибо вам огромное за время, которое вы пришли. Еще раз примите мой низкий поклон и благодарность за мир, в котором мы живем. Здоровья вам долгие лета. Только вот этот мир-то нас пока еще и держит как бы на плаву. Дай Бог держаться вам как можно дольше и пережить всех своих предков, которых, я знаю, у вас дожили и до 105 и больше лет. Спасибо большое. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с заслуженным художником России, ветераном Великой Отечественной войны, человеком, который прожил 97 лет, Владимиром Кирилловичем Шкилем. Здоровья и мира. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok